Школа номер 19 является одной из самых загруженных образовательных учреждений в городе. Сейчас в двух корпусах обучается более двух тысяч детей, но мест по-прежнему не хватает. Чтобы не учиться в три смены, было принято решение о строительстве нового здания. И вот сейчас возведение постройки подошло к концу, и его уже ввели в эксплуатацию. Сейчас происходит процедура передачи уже будущим хозяям, или уже, наверное, настоящим хозяям данного объекта, то есть в школе, соответственно, консультируем, показываем, где что как работает, где элементарно там включается какое-либо оборудование, соответственно, ну, чтобы все уже при эксплуатации объекта не возникало никаких проблем. А оборудования в этой школе действительно будет много. Недаром ее окрестили школой будущего. Полностью вся школа оборудована техникой, компьютеры, планшеты, интерактивные доски, модульное оборудование, то есть это колбы, наглядные пособия в кабинете физики, в кабинете химии, есть реактивы, есть все, что необходимо ученикам и учителям для организации образовательного процесса. Наглядным примером, как цифровизация влияет на подход к обучению детей, являются интерактивные планшеты. Раньше, если помните, у нас доски были с мелом, просто писали мелом, да, теперь, потом были доски интерактивные с проекторами. Теперь делают интерактивные панели, вот так, грубо говоря, большой планшет. С их помощью можно будет выводить на экран абсолютно все, ведь они подключены к интернету. Такие устройства появятся почти в каждом кабинете. Помимо этого, в школе будут классы по дерево и металлообработке. Другим же украшением нового корпуса 19-й школы станет вот этот спортивный зал. Подрядчик здесь устраняет небольшие недочеты. Совсем скоро, а именно в этом году, дети с 1 по 11 классы будут заниматься здесь. Но перед тем, как открыть двери для учеников, требуется дооснастить школу оборудованием. Отмечу, что здание ввели в эксплуатацию в два раза быстрее, чем планировали. Сейчас руководству предстоит пройти процедуру приемки проекта. Мы будем проходить форму лицензирования. И это займет определенное время. Ну, может быть, там до апреля, до мая месяца. Естественно, конечно, мы, наверное, заступим на обучение с 1 сентября. Здание рассчитано на 250 учеников и является самостоятельным со своей столовой. Отметим, что новый корпус школы был построен в рамках концессионного соглашения с профшколой. Стоимость объекта составила 620 миллионов рублей. Базры и Шевер Жаргал Цериндашиев. Новости дня.